Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 721 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, вырежьте из плотной бумаги фигуры, изображенные на рисунке 31, и склейте фигуры, изображенные на рисунке 32. Эти фигуры называют призмами. Ну что ж, давай посмотрим, что нам дано. Итак, вот такие вот у нас фигуры. Вот это развертка, и если мы вырежем это из бумаги, как это можно сделать? Конечно, кромсать учебник не нужно. Просто либо отмерить и построить такие же фигуры у себя в тетради, ну, например, только в два раза больше, например, чем даны в учебнике. Либо, если есть ксерекс дома, отксерить страничку и вырезать по тому, что там есть. Ну, лучше, конечно, построить в два раза больше. И затем склеиваем вот такую фигурку. Б тоже у нас такая вот разверточка, и когда ее склеишь, получается вот такая фигура. Вот эти вот фигуры, ну, это их развертки, называются, как я уже сказала, призмами. То есть это у нас призмы. Что мы также еще можем узнать о призмах? У прямой призмы боковые грани прямоугольники, а верхнее и нижнее основания равные многоугольники. На рисунке 32А изображена треугольная призма, так, а на рисунке 32Б это четырехугольная призма. Видим, да, три угла, четыре угла. Поэтому называется трехугольная призма, четырехугольная призма. То есть то, что лежит в основании. Какой многоугольник лежит в основании, так и будет называться призма. То есть, а также каждый прямоугольный параллелепипед, параллелепипед, это, вот, мы об этом уже изучали, да, параллелепипед, и мы уже изучали. Так вот, каждый прямоугольный параллелепипед является четырехугольной призмой. То есть мы теперь еще знаем другое название прямоугольного параллелепипеда. Чтобы не говорить прямоугольный параллелепипед, мы можем сказать четырехугольная призма. И все, и мы такие уже умные. Вот, в принципе, и все на этом задании. Мы выполнили, узнали. Это задание направлено на то, чтобы исследовать и узнавать новые фигуры. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подпишись, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. До новых встреч!